В БДН Хичеванской АССР Гейдар Алиев начинает карьеру кадрового чекиста. Он быстро продвигается по службе. В 1948-м уже возглавляет 5-е управление Министерства госбезопасности по Азербайджану. Но в начале 50-х и карьера, и его будущее вдруг оказываются под угрозой. Мы тебя выдвигать собираемся. Ты в курсе? Никак нет, товарищ министр. Правильно. А с кем ты по бульвару прогуливаешься, ты в курсе? С чьей дочерью ты общаешься? Товарищ министр, я встречаюсь с дочерью партийного и государственного деятеля, товарища Алиева Азиза, члена партии. И, насколько мне известно, он еще ничем тебя не запятнал. А вот товарищ Багиров другого мнения. Этот твой Алиев в 20-м году долгое время находился в Иране. В анкете этого не написал. У него там сестра родная проживает. Он скрыл этот факт от партии. А товарищи Сталин и Берия постоянно нам напоминают о чистоте наших рядов. В начале 50-х годов, в сталинское время, его дважды вызывал к себе руководитель органов госбезопасности Емельянов. И пытался отговорить его, простого капитана, отлинить бы на дочери, как выразился в то время. Емельянов врага народа. И поскольку его будущий тесть попал в категорию неблагонадежных, ему запретили общаться с этой семьей. Его вызывали и руководство КГБ Азербайджан, давали советы, что не ищи себе приключений, оставь, а то тебя в последующие оживили. В течение четырех лет они не могли жениться. Несмотря на запреты, Ейдар Алиев продолжал встречаться с Зарифой Ханмун. Когда возникла угроза выселения опальной семьи, он даже готов был поехать вслед за любимой в Казахстан. Алиев женился на той, на которой хотел жениться. Он не мог знать, что 53-м не станет Сталина, ситуация изменится. Он рискнул, он поставил на карту и всю свою служебную карьеру, и, возможно, будущую жизнь ради любовного чувства. Вот такой он был. В марте 1953 года умер Сталин. И уже в июне Берия и Багиров были арестованы. Гейдар и Зарифа Алиевы вздохнули свободно. Их судьбы соединились. Они проживут в любви более 30 лет. Первый раз в жизни видела, когда папа плакал. Это когда мама болела. Он так плакал, он рыдал. Просто его трудно было остановить. И тогда я поняла, что это что-то серьезное. Ему приходилось молчать. Он скрывал и от меня, и от брата. И он переживал все сам. Потери любимой жены станет без преувеличения главной личной трагедией Гейдар Алиев. С мамой он очень любил. Он очень был к ней привязан. Очень сильные были чувства. Маленький, я думал, что, наверное, везде так бывает. Вот так должно быть. Но когда вырос, я понял, что далеко не во всех семьях бывают такие взаимные чувства и взаимные привязанности. Каждый раз, когда я бываю в тех местах, где мы жили, я ее особенно вспоминаю и чувствую ее отсутствие. Мы жили очень дружно, любили друг друга. Мы не можем ощущать того счастья, которое было вместе с ней. Даже папа говорит, что мы, наверное, были мы слишком счастливы. Это не дано человеку быть слишком счастливым. КОНЕЦ КОНЕЦ